привет всем как я уже говорила какое-то еще время я буду своих видео рефлексировать на тему вопросов которые у меня задали в латвии на лекции и вот еще один очень хороший вопрос один ученик спросил у меня как найти среди всего многообразия школ буддизма ту в которой имеет смысл практиковаться то есть как найти себе идеальную школу и на это у меня есть может немножко неожиданный ответ но я считаю что искать надо не школу искать надо общину и учителя давайте объясню почему религия может очень многое дать человеку это может быть понятное дело духовный рост уверенность утешение даже развлечение общение понятное дело ну чтобы это не было очень многое из того что может дать нам религия невозможно без наличия других людей да конечно можно найти потрясающую историю потрясающую теорию и исключительно основываясь на ней практиковаться в полном одиночестве я даже не знаю наверное есть люди которые которым это по зубам но на мой взгляд такой путь не даст вам очень многого и скорее всего вы с него рано или поздно соскочить поэтому я считаю очень важно сосредоточиться на том чтобы найти себе ту струю тех людей вместе с которыми вы будете практиковаться то есть струю в которую вы можете влиться почему нужна община она предоставляет поддержку она напоминает зачем вообще все это делать возвращает обратно на рельсы если вы вдруг с них сойдете предоставляет примеры того как надо и конечно же примеры как не надо и все это очень важно для духовного роста в первую очередь но не только для духовного роста конечно же просто для того чтобы чувствовать себя хорошо во время своей практики и наставник тоже очень очень важен этот человек которому вы вручаете право вас контролировать право радоваться вашим успехом и что наверное одно из самых важных брать на себя ответственность за ваши ошибки я в своей практике очень быстро поняла насколько это важно да кажется что это очень круто когда ты можешь всегда брать на себя ответственность ответственность приходится брать довольно часто потому что если человек занимается активной практикой ошибки просто неизбежно заблудился в храме не знаю забыл сутры или вот как у меня было реально реальный случай закапал чернилами пол мирового наследия юнеско таких случаях да конечно что берешь на себя ответственность но если рядом стоит человек который говорит о извините пожалуйста это мой ученик ему просто не до конца объяснил сейчас ему пойду все объясню эта ответственность не ощущается настолько жестко она не ощущается такой невыносимой она не может тебя сломать да возможно кажется очень круто когда ты такой одинокий волк никто тебе ничего не указывают никто за тебя не отвечает все сам сам но на самом деле это выглядит героически в той же мере в которой героически выглядит человек который тушит пожар в гордом одиночестве он выглядит героем ровно до того момента пока ты не подумаешь а почему мне позвонил пожарником или хотя бы не позвал кого-то на помощь здесь абсолютно то же самое одиночестве в практике может казаться привлекательным но на самом деле на мой взгляд она нежелательна и каким образом искать себе эту общину каким образом искать себе наставника я думаю просто ходить смотреть что у вас есть сходить в одно место сходить в другое место если у вас действительно нет вообще ничего в округе что может казаться привлекательным ну что ж у нас есть такая вещь как интернет сейчас в крайнем случае конечно же можно активно общаться в интернете консультироваться есть масса людей которые будут рады с вами общаться на форумах где угодно главное не оставайтесь одни ищите людей которые станут вашей вашей личной самкой и все у вас будет хорошо спасибо пока